Множество визитов, которые мы сейчас наблюдаем, Лукашенко, Китай, Макрон, кстати, президент Франции собирается в Китай, Лавров в Индии, Блинкен, Турне вообще по странам Центральной Азии. Это все, насколько плотно и как связано с Украиной? И стоит ли эти связи проводить вот в таком масштабном виде? Ну слушайте, вот сегодня заявление, ну меня оно поразило просто в своей откровенно, заявление Пескова. Мы хотим переговоров с Парижем и Берлином о миру в Украине. Эти люди еще недавно, два дня назад они, канцлер Шульца, не иначе, как же его один украинский дипломат назвал, ливерной колбасой, издевались над Макроном, ни во что их не стали. А сейчас они угодливо ищут встреч с Макроном и Шульцем, чтобы те помогли уговорить украинцев согласиться на перемирие. Москва понимает, что она на грани крупнейшего военного поражения, ведь провалилось широко разрекламированное наступление российское в феврале. Помните, ведь где-то в середине или в начале февраля американская и британская разведка предупреждали нас, что вот готовится крупное наступление русских, и это будут не там классические заключенные мобики трупами закидывать украинские позиции, а будут механизированные колонны, называют цифры, больше тысячи танков, сотни самолетов. Ну вот, было танковое наступление под углидаром, а вот так называемая психическая воздушная атака, которую те же западные спецслужбы предсказывали. Ну действительно, ведь русские сосредоточили всю свою авиацию на ГАИСу, она просто не состоялась. Ну и вот сегодня я по своей такой рабочей привычке, краем глаза, пробежал по российским, по гандонским каналам. Там удивительно, и там основной нарратив, что не надо шапка закидать в этих настроений, не надо ждать сейчас больших наступлений, мы обороняемся в основном, мы перемалываем украинскую живую силу и технику, кроме того распутятся и так далее. В общем, все, ничего в ближайшее время, никакого наступления русских не будет, и они отчаянно пытаются вот в те, ну максимум оставшиеся два месяца, через два месяца будут все условия погодные для крупных танковых атак, и через два месяца Украина получат, в общем, громадные пакеты вооружений, уже согласованы, даже те, в которые американцы по своей традиции пока еще как бы не соглашаются, анонсируют. Ну будут те же самолеты, куда они денутся, эти F-16, если и в Британии, и в Польше, и в Соединенных Штатах украинские летчики уже готовятся к работе на них. Вот нужно им использовать эти два месяца, чтобы, я не знаю, как они это собираются сделать, чтобы добиться какого-то перемирия, потому что в военном смысле ответить вот на это наступление Украины, готовящиеся, у них нет никаких ресурсов. Андрей Андреевич, а как же готовность затягивать эту войну, российскую войну против Украины, на сколько угодно долго времени, о которой говорят очень часто российские пропагандисты? Насколько, как вы считаете, действительно Россия готова к подобному варианту развития событий? И это в контексте заявлений, например, главы ГУР украинской Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия к этому совершенно не готова, а также замминистра обороны США Колин Кальт также говорит о том, что, ну, возможно, 2-3 года, но не больше. Она не готова, но она мечтает об этом. Вы заметили, это по существу пораженческая речь была Путина, его обращение к Федеральному собрану, где там призывы брать Киев, выходить на границу, там, отбрасывать НАТО на тысячи километров. Он предложил новую модель войны, он совсем с ума сошел, послушайте, он говорил, он, он, все его выступления мне напоминало выступление товарища Брежнева во времена глубокого застоя хозяйственных успехов, там, вот, растут урожаи зерновые, худое молока, прокладываем автомобильные дороги к Казани и Хабаровску, увеличиваем материнский капитал, и, самое главное, и обещаем, значит, всем участникам СВО каждые, каждые полгода 12-14 дней отпуска. То есть он совершенно другую модель войны, не какая-то победоносная война, а такая тягучая, вечная, ну, как у Орва в 1984, вечная война Евразии со Стазией. Почему ему нужна такая вечная война, потому что в ней, как бы, нельзя, вот, самое страшное, что он сейчас боится, это поражение, вот, признать, что проиграл. Ему же вечная война, которая, ну, ничего страшного, никакой не будет, большой победы, никакого поражения, она будет тянуться, через каждые полгода люди будут уезжать в отпуск, те, которые выжили на две недели, и через две недели снова возвращаться в мясорубку. Но это же безумная фантазия, кто ему позволит эту войну? Да, при этом Путин такое ощущение серьезно недооценивает, в частности, стремление и решимость США поддерживать Украину. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернса заявил в интервью о США этот пресс. Вот он что сказал. Путин недооценивает решимость США поддерживать Украину, считает, что у американцев синдром дефицита внимания, а потому они со временем перейдут к другому вопросу. Почему это не так? Объясните нам. Ну, кстати, вот этот переход к другому вопросу, у российских пропагандонов, до основного Путина, в личных расчетах, конечно, связывался с избирательной кампанией президентской, которая уже набирает силу. Все, там уже в августе будут дебаты кандидатов. И предполагалось, что вот республиканцы, они более скептически относятся. Да что скептически? Вот вся эта трампистская сволочь, там 30-40 его сторонников в палате, они же каждый день на своих каналах обличают Байдена как поджигателя войны, которая ведет мир к Третьей мировой ядерной войне, тратит миллионы долларов на коррумпированный режим и так далее. Но произошло совсем обратное. В общем, в республиканской партии сейчас берут вверх такие традиционные рейганистские республиканцы. Вот особенно такие деятели, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл и новый, очень перспективный молодой человек. Вот у них же сейчас новая палата представителей, в которой небольшое большинство республиканцев. Они выбрали нового председателя Форена Фейс, Комиссии по иностранным делам. МакКол, МакМакКол. Оба они на днях были в Киеве. Как раз вот в те дни, примерно когда была Мюнхенская конференция и визиты Байдена в Киев в Оршаток. Вот они брали другой путь до республиканской партии. Они, да, резко критикуют Байдена за недостаточную помощь Украине. Вот об этом говорил. Они уже сыграли очень важную роль в разруливании того танкового кризиса. Помните, когда немцы говорили, что да, мы готовы, но вот американцы, если американцы... Они из Киева обратились тогда к Байдену. Дайте немедленно, немедленно Абрамса, чтобы запустить этот процесс создания такой танковой армады. А сейчас они уже угрожают, и это реальная угроза, принять в Конгрессе резолюцию, обязывающую для Байдена направить в Украину самолеты F-16. Это очень позитивный сигнал. Мы же видим, мы с вами весь год обсуждаем, наблюдаем за этой борьбой двух тенденций внутри Байденской администрации, сторонников так называемой победы Украины безоговорочной. Это Остина Блинкина. И вот Солливана, частично Бернса, с их позиции не допустить поражения Украины. Вот такой напор республиканцев теперь заставит коллективного Байдена еще более последовательно придерживаться той политики, которая пусть с опозданием, но все время побеждала. Эта политика Остина Блинкина. Это очень положительный момент. И второе, между прочим, давление на Байдена и на руководство НАТО, ну, которое в целом, конечно, надо отдать должное и визиту Байдена, и заявлениям, и Байдена, и Столстонберг. Но все-таки у них есть какие-то табу, вот, понимаете, которые они с трудом преодолевают, но время теряется. А время – это жизни тех же украинцев, понимаете. Очень важное, кроме республиканцев для нас, в Соединенных Штатах, это позиция Великобритании. Обратите внимание на речь Сунака на Мюнклской конференции. Это прямо был вызов коллегам по НАТО и тем же Соединенным Штатам. Он сказал, мы первые дали танки, и мы первые дадим дальнобойные ракеты Украине, и мы первые дадим самолеты. Украине нужны не только МиГ-29, нужны современные самолеты, мы же готовим украинских летчиков. Вот все эти последние тенденции, мне кажется, делают уже непреодолимым накопление такого наступательного потенциала украинского. И это в Москве понимают, и с каждым днем усиливается вот эта истерика. Вот сегодняшняя Леня Пескова, а вчера Украина уговаривала Лукашенко, соглашайтесь, соглашайтесь на мир, а то хуже будет, там Россия какие-то силы страшные накопит. Решающие недели месяцы наступают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok